Я работаю на коммунальном предприятии КП «Шуткисный трамвай». Работаю я там два с половиной года. Человека я знала ранее. Человек устроился сюда четыре месяца назад, летом, вместо Островского. Человек заходил ко мне в кабинет неоднократно, по рабочим моментам. Ну и вот такая ситуация случилась. Какая случилась ситуация? Что произошло? В прошлую среду я была на рабочем месте. Случилось три часа дня. У этого человека был день рождения день назад. И все предприятие праздновало день рождения этого человека. Можешь говорить, кто этот человек? Зам. Начальник службы безопасности Шерстюк Олег Вячеславович. Праздновал свои именины на работе. В три часа дня уже начальство было сложно найти, и человек зашел ко мне не в трезвом состоянии. От него пахло спиртным, обвел он себя неадекватно, и я не могла никому не то что пожаловаться, а попросить о помощи. Потому что когда я набирала начальников, все были уже вне доступа. Человек распускал руки, заламывал меня, нанес мне пару ударов по лицу, ну и рвал на мне одежду. После этого он спокойно, он порвал на мне одежду, спокойно я кричала, конечно, возмущалась, там он закрывал мне рукой рот, давил на руки, там у меня синяк был на лице. Спокойно вышел с кабинета, забрав мой мобильный телефон, вот ему весело просто было, ну человек не трезвый, ему захотелось повеселиться. Рабочее время. Вышел с меня с кабинета и пошел к себе. Я же среагировала как человек эмоциональный, в слезах, выбежала за ним. Но я не просто забрала телефон, я искала кого-то с руководства, более-менее адекватного, в адекватном состоянии, кто был более трезвый. Это происходило у вас на управлении? Да, это находилось на Майданной праде один. Все вещи были разбросаны, мое нижнее белье было разорвано, и оно было разбросано по кабинету. Я была в верхней одежде, а нижняя одежда была у меня вся разорвана, она валялась в кабинете. Мои личные вещи он достал, вал из ящиков и ломал их трещин ногами. Он разбил зеркало в шухляде, в рабочем столе, где у нас документы хранятся, разбито было зеркало. То есть вот такая картина наблюдалась у меня в кабинете. Я хотела, чтобы кто-то увидел, чтобы, знаете, не просто со слов рассказано было мной, могли бы там не поверить или еще что-то, а просто чтобы увидело руководство, что их зам, начальника службы безопасности, позволяет себе в рабочее время делать в чужих кабинетах. И как себя вести с сотрудниками предприятия. Потому что, ну извините, я сотрудник этого предприятия, я, получается, незащищенная. То есть я нахожусь на рабочем месте, и получается, каждому дозволено так себя вести. Потому что сегодня могу быть я, я могу уволиться через месяц. А через месяц может быть другая девушка. Вот они будут праздновать что-то другое, да, вот какой-то у них будет другой праздник. Впереди новогодние праздники. Женского коллектива у нас предостаточно. Поэтому завтра они будут кому-то другого насиловать. Директору сказали, что у нас ЧП, что у нас проблемы, выезжайте, пожалуйста. Он сказал, что он в горосполкоме. Но он приехал уже где-то в 5 часов, не в 5, даже в 6 часов. Потому что я набрала своим родителям, они у меня живут не в городе, немножко за городом. У меня уже родители приехали. Я не вызывала милицию, полицию уже вызвали родители. Потому что мама среагировала, она сказала, что это ненормально, ты на рабочем месте. И сегодня зашел один, так поступил, завтра зайдет второй. Они вызвали наряд, приехали уже родители. Приехал наряд, директора все не было. То есть руководство никак не среагировало. В данной ситуации буду работать или я, или ваш замначальник службы безопасности, Шерзюк Олег Вячеславович. Потому что если останется он на работе, и я, я просто, ну, я не в безопасности. А вы писали, возможно, письменное какое-то заявление с поисбой провести служебное расследование? Нет, мне никто не подсказывал насчет этого, я ничего не писал. Вы обратились в полицию? Да. Какое заявление вы написали? Какие у вас есть возможные документы, которые вы подтверждали сложившуюся ситуацию? Мы зафиксировали то, что мне нанесли удар в левую сторону лица, возле глаза у меня был синяк. Ну, это легкие телесные. Ну, в полиции оформили это все. Сегодня также я подъеду к следователю, дам показания. Человек тоже дает показания. Ну, он со своей стороны что-то давит. Я просто объясняю то, что я на работе. Я его знаю, там, ну, то есть город у нас маленький. Я его знаю, человек немножечко так, человек эмоциональный, там, не держит себя в руках. Ну, мы все же люди, и мы на работе. И я не предусматривала то, что работая здесь, на работе, этот человек может себе такое позволить. То есть, если бы я могла предусмотреть то, что вот, ну, извините, не каждого же ходить боятся. И почему он празднует так вальяжно, в виде пьянки, свое дне рождения, два дня, это тоже вопрос. Почему руководство это позволяет? Почему так вот закрывают глаза на то, что со мной так поступили, поступил человек, ну, он работает на сегодняшний день. Вы обратились в полицию, есть заявление о нанесении легких телесных. Есть также, по нашей информации, возможность перепалификации дела, там, по другой статье, там, домогательство, там, другая ответственность. Вы будете на чем настаивать, общаясь со следователями? Кто занимается вашим делом в Саксанском отделе полиции, насколько я понимаю? Да, Андрей Николаевич Дубовик, следователь. Я ничего сверхъестественного требовать не буду, потому что понимаю, что это легкие телесные. Я сама юрист по образованию, я понимаю, что за это человеком ничего, то есть его не посадят. Даже по этой уголовной статье его не посадят. Ну, я просто хочу хоть каких-то действий со стороны предприятия, со стороны немножко следствия, со стороны того же самого, там, может, руководства предприятия, потому что это на рабочем месте. Как работать дальше? Не буду работать я здесь, буду работать на другом каком-то месте, да, там, вот, например, уволюсь ему. Это может повториться на этом же скоростном. С этим человеком он останется работать. То есть я опираюсь только на это и хочу, чтобы немножечко это на руководство и на этого мужчину, на Шерстюк Олега Вячеславовича, немного повлияло. Чтобы поняли, что, ну, это неправильно. Ну, сегодня мы будем общаться с исследователем. Если это возможно, там, добавить как-то, повлиять, то, конечно. Если Шерстюка не уволят, вы будете продолжать работу? Нет, я, наверное, больше всего, что я уволюсь. Я и сейчас сразу думаю, там, у меня родители говорят, что мне там делать нечего, потому что такая ситуация случилась. Но работа неплохая. И, ну, то есть мне работа моя нравилась. Никто не давит на меня. То есть... Он не просил забрать заявление? Нет, никто не просил. Ну, то есть он, наверное, прекрасно понимает, что ему там немного по этому заявлению каких-то последствий он там получит, да, по этому заявлению. То есть он как-то лояльный. Никто ко мне не обращался, никто никак ни на что не влияет. Просто меня немножко беспокоит то, что как-то на предприятии делаю все, как будто ничего не случилось. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Добрый день, Олег Вячеславович. Я. Меня зовут Софія Скиба, главный редактор информационного портала «Перший Криворізький». Мы хотели бы отримать коментар щодо криминального проведения, яке на вас открыто. Скажите, будь ласка, 12-13 грудня, чи находились ли вы на работе в нетворезом стане, и что между вами произошло с поворотницей? Мы могли бы с вами встретиться и обновить нашу беседу не по телефону, так бы и вам сручнейше, так? Да, давайте, когда мы можем с вами встретиться? Я сейчас попробую спросить у керівниця и договорюсь с вами о амбаризоне.